Я читаю главу шестнадцатую из третьей книги царств. Вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иерваама сына Наватого. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Ферце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананьева, уже было сказано слово Господне о Ваасе, и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иерваамову, за что он истреблен был. В двадцать шестой год Ассы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Ферце, и царствовал два года. И составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Ферце напился до пьяна в доме Арцы, начальствующего над дворцом Ферце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в двадцать седьмой год Ассы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замврий весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали, и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В двадцать седьмой год Ассы, царя Иудейского, царился Замврий и царствовал семь дней в Ферце, когда народ осаждал Гавафон Филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия военачальника над Израилем в тот же день в Стане. И отступили Амврий, и все израильтяне с ним от Гавафона, и осадили Ферцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное перед очами Господними, ходя путем Иерваама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Гонафова, чтобы воцарить его, а половина — за Амврия. И одержал вверх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Гонафова. И умер Фамния, и воцарился Амврий. В тридцать первый год Асы, царя Иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал двенадцать лет. В Фирце он царствовал шесть лет. И купил Амврий гору Семерон у Семира за два таланта серебра, и застроил гору и назвал построенным им город Самарией по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное перед очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иерваама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идоловы своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужества, которые он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии двадцать два года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех, бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иерваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав, Дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил, вефелянин, построил Иерихон. На первенце своем Авераме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Продолжение следует...